МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для начала хотелось бы задать вопрос, наверное, сразу к Дмитрию. Ведь, Дмитрий, это не первое мероприятие, которое вы проводите в Ротонду. С чего все началось изначально? Расскажите. Еще раз доброе утро. Изначально это была общественная инициатива разных групп. Я должен обязательно выделить Тони Солданени. Это очень хороший человек, активистка, которая действительно хочет сделать мир лучше. Она бросила клич в интернете, давайте, может быть, там что-то хорошее сделаем. И изначально была идея убрать, потанцевать, может быть, сделать танцевальную площадку. Было проведено несколько субботников, в общем, стали приходить люди абсолютно разные. После этого наша общественная организация присоединилась к этой инициативе. Мы, можно так сказать, выступили, так сказать, с точки зрения организации, уже как общественная организация, немножко на другом уровне. И тогда у нас появилась целая большая программа вокруг этого места, которую мы назвали Ротонда Возрождения. Цель этой программы – это действительно возрождение этого места в качестве общественного и культурного пространства. И все, что мы там делаем, так или иначе, работает на эту задачу. А задача, понятно, многосторонняя. То есть это и концерты, и фото-выставки, и место отдыха, оброженное с точки зрения того, чтобы там был Wi-Fi, скамейки, урны и прочее, прочее. Ну и, конечно, самое главное – это, собственно говоря, восстановление самой каскадной лестницы. Вот эти задачи у нас были поставлены, и мы потихонечку в рамках этого большого проекта идем. И в том числе тот концерт, который будет до 17 мая, он, так сказать, составная часть, ну, может быть, одна из таких самых публичных, больших, красивых, ну, в рамках вот этого вот одного большого, так сказать, проекта, одной большой задачи. А вот что касается личного восприятия, хотелось бы у вас спросить, Мария, Дмитрий, вот какие у вас воспоминания связаны с этим замечательным местом, с Саратондой Комсомольского озера? Замечательные у меня воспоминания, потому что, учащаясь в Академии искусств, мы очень часто туда ходили после уроков, и время занятий мы проводили там занятия, при жиссуре, по-актерскому, то есть это уже как бы проходило на местности там. И я хочу сказать, что это, на самом деле, одна из легенд нашего города. И многие-многие поколения там встречались, это связано с какими-то романтическими деталями жизни и всем остальным. И я хочу сказать, что вот Дмитрий и Эрберт Вайнберг, ребята, которые занимаются именно вот возрождением непосредственно каскадной лестницы и ротонды, делают очень большое дело, потому что традиции, к сожалению, в городе немножко выродились, так сказать. Потому что миграция у нас есть, и люди, вновь пришедшие и живущие в городе, не знают об его традициях, не знают, может быть, об истории. И хотелось бы это привить для того, чтобы это была связь поколений. Это очень важно, я считаю. Не помнят о том, какое красивое это место было когда-то, да? То есть по каким-то фотографиям старого города и все такое. Поэтому это очень большое дело, и вот я очень рада, что нас пригласили сотрудничать, и что мы смогли организовать вот такой красивый концерт. Очень много ребят. Джета Бурлаку, Каризма, Боря Коваль, Кончертина, известные наши кардионисты, наши ребята, которые, кстати, недавно где-то заняли какое-то первое место в очередной раз. Ну, они регулярно занимают первое место. Да-да-да, и Некурасонг, Рейглигар, кого-то вроде всех сказали. Ну, еще и Angry Band, да, и Angry Band, да, которые будут на протяжении всего вечера с нами. Ребята, команда джазовая, которая, потому что вечер джазовый, концерт сам джазовый, и поэтому Angry Band одни из лучших, я считаю, джазменов. И все композиции будут исполняться под живой оркестр? Да, безусловно. Мария, расскажите, пожалуйста, насколько сложно было собрать весь этот список именитых артистов? Легко ли они пошли на контакт и на участие в этом оркестре-концерте? Как сказать, вот недавно проводили тоже еще один благотворительный концерт, и это еще один благотворительный концерт, который вот в короткий очень период времени. Я хочу сказать, что на удивление, с большой охотой и без, так сказать, без задней мысли, ну вот благотворительные, то есть средства на то, чтобы оплатить это, фактически нету, как бы для того, чтобы привести аппаратуру, безусловно, нужны какие-то деньги, то есть, а люди, которые поют, которые дарят свой голос, без проблем соглашаются, и это очень, очень приятно, и говорит о человеческих качествах. В первую очередь. А вот что касается репертуара, Дмитрий, немножко продолжите эту тему музыкальную. Какие именно композиции будут звучать, в каком стиле, жанре? Вы знаете, у нас есть, можно так сказать, условно говоря, разделение обязанностей, и в том, что касается, например, техника, звук, свет, это у нас Маша, она отвечает на все вопросы. Когда мы говорим по поводу репертуара, мы точно знаем, кто лучше меня, да, может определить эти вещи. Я только знаю, что могу раскрыть, может быть, чуть-чуть, да, маленькие такие нюансики, и все говорить не буду. Во-первых, Некарасон, что очень приятно будет играть свою музыку джазовую, потому что мы знаем, да, что это особенно приятно, когда что-то местное наше родное. И самое, наверное, красивое, но мы посмотрим, как это получится, надеемся, что должно быть очень красиво. Да. Все артисты в конце вот эту сцену исполняют джазовый кавер гимна Кишинева. Ох, ты, я хотел бы услышать. Но я так понимаю, что планы по организации концертов – это только одна из составляющих того, что должно происходить в рамках мероприятий по восстановлению ротонды. Изначально планировалось установить Wi-Fi, установку новых работающих фонарей и так далее. Что из всего этого будет готово, что из всего этого планируется в ближайшее время, что чуть попозже и так далее? Ну, во-первых, можно так разбить, да, прошлый год, этот год. Значит, до этого концерта мы пока уже общими силами, я хочу подчеркнуть, что это, по-моему, самое важное, вообще философия всего этого дела, что мы можем что-то делать сами. Не ждать хороших начальников, хороших президентов, премьеров, там, директоров мира. Долго. А самим что-то делать, да. И вот эта концепция, эта философия, на мой взгляд, работает. Вот, и прямое тому доказательство, это то, что там уже действительно установлены красивые парковые скани, что там установлены урны, что мы там привели в порядок само это место, белили ротонды, белили стену за ней. И что интересно, как в теории, по теории разбитых окон, это, может быть, для многих открытие, в том числе и для меня, я не верил, но действительно никаких новых свастик, там, каких-то надписей. Ничего не появилось, это сверкало белизной, недавно мы изменили, это я сейчас об этом отдельно скажу. По поводу Wi-Fi, я тоже могу сегодня сказать, что так же, как ротонда и джаз отличное сочетание, или менее гармоничное сочетание, это скамейки и Wi-Fi. И сегодня можно действительно еще в этом смысле проводить время, и действительно мы видим, что все больше и больше людей туда приходит. Мы также знаем, что за ротонды будут изображены виды старого кожи. Уже, это к слову «Стене», кстати. То есть мы сами взяли и там все испортили. Нет, кто принял в этом участие? Значит, со стеной тут тоже, могу сказать, немножко волнительно было. Почему? Потому что был ряд очень уважаемых людей, рафинированных из мира культуры, искусства, которые говорили. Ребят, ну не надо, это такое место классическое. Это то же самое, что здесь был Вася. Мы переживали, думали, ну, скорректировали свои планы в этом смысле, потому что раньше у нас был первоначальный день открытый конкурс, то есть там могло быть все, что угодно. В итоге мы сошлись на том, чтобы действительно приглушить, писать ландшафт этого места. Мы решили, что это будут виды старого Кишинева в такой монохромной мере. Черно-белой и сепий, да, очень здорово. И мы пошли по этому плану, и действительно, опять же, партнеры у нас были замечательные. Во-первых, это настоящие патриоты нашего города, это замечательные люди, которые сидят на форуме от Кишинева, которые по крупицам собирают каждую фотографию, каждую дверную ручку, каждое там угробие старое. Они проделали в этом смысле громадную работу, они подобрали нам самые лучшие фотографии, они как бы сделали внутренний кастинг, что, по их мнению, лучше всего представляет старый город. Старый город, это, конечно, в первую очередь, последняя четверть 19 века, это тот город, который остался в нам, так как наследие культурное двух великих кишиневцев, патриотов Кишинева, Карла Шмидта нашего мэра и великого Зодчего и Бернарданца. Наверное, лучшего нашего мэра. Да, это то, за что мы, собственно говоря, любим наш старый город. С одной стороны, это было, значит, у ребята с Олд Кишинева, с другой стороны, собственно говоря, сами студенты института искусства. Ребята вышли молодые, скромные 25 человек вместе со своими преподавателями, но мы, конечно, были просто, вот говорил, что волновались, эффект был просто фантастический, я могу сказать, то, как реагировали люди. Она так вписалась в этот весело. Все это комментируют, приветствуют. И так быстро они это все сделали, буквально за один день, то есть с утра до вечера, вот за весь световой день каждый занимался своим блоком. Да, мы поняли, что мы переживали, может быть, зря-не зря, но получилось великолепно. Конечно, я должен обязательно добавить, что, опять же, мы бы не смогли это сделать без строительной компании «Кирсант», которая предоставила все материалы, привела Астину в порядок и так далее. И сегодня эти ребята настолько воодушевлены этой работой, они так порат, что они говорят, дайте нам что-нибудь еще, мы с этим делаем. То есть, действительно, я просто рад, что у нас есть такие прекрасные, молодые, талантливые ребята. Ну, те, кто были против возможного изображения старого города, успели уже оценить творение? Переубеждены ли? Критики никакой вообще пока нет. Я в любом случае уверен, что абсолютно ему подавляющего большинство людей то, что там сделано, понравилось. К сожалению, хорошего мало говорят, а плохого спешат сказать. Так что пока молчат, значит, все хорошо. Хотелось бы задать еще вопрос. После завершения работ Паратонде планируете ли вы браться за какие-либо другие части нашего города? Хотелось бы и об этом узнать. Во-первых, мы должны довести завершение проекта Паратонде означает две вещи. Первая – это архитектурное восстановление физической самой, собственно говоря, каскадной лестницы. Во-вторых, мы говорим о том, что само по себе восстановление каскадной лестницы не является ее подлинным возрождением, вернее, подлинным в смысле этого слова. Поэтому вторая часть этого проекта – действительно возрождение там городской культуры. И мы призываем, будем рады любым инициативам относительно того, что там может быть. Фотовыставки, выставки художников, спортивные занятия на открытом воздухе, какие-то открытые лекции, флешмобы, все что угодно, будем только рады. И мы видим, что это потихонечку появляется, и без нас уже есть какие-то инициативы, и другие ребята молодые могут приходить играть. Конечно, могут. Это не наша собственность. Но что касается первой части, то, конечно, мы будем для себя считать обязательным довести дело до такого состояния, когда будет восстановлена лестница. Ну, мы. Это не наша, конечно, заслуга. Мы, как общество, все вместе, я и говорю не общественная организация, а мы кишиневцы, мы призываем вместе с артистами, которые каждый раз, выходя на сцену, призывают местные власти, знайте возможность восстановить это место. И мы в этом плане очень сильно продвинулись, как мне представляется на сегодняшний момент. В начале года муниципальный совет единогласно проголосовал за выделение средств из бюджета на реконструкцию этого места. И по самым, так сказать, оптимистичным прогнозам, уже в августе могут начаться, собственно говоря, работы. И я думаю, что мы можем рассчитывать на то, что... Может, ко дню города? Да, у нас сапрады. К первому дню города. Я думаю, дай бог, чтобы они шли. Но я думаю, что уже в какой-то видимой, обозримой перспективе мы можем ожидать грандиозного концерта. Шаг сделан. Вот оно в данном месте. Ну, тут, наверное, насчет грандиозного концерта, опять же, надо будет у Марии спросить. Почему нет? Мы всегда открыты, мы готовы, мы с удовольствием. Люди творческие, очень легкие на подъем. В завершении беседы хотим, чтобы вы пригласили наших телезрителей тоже посетить это замечательное мероприятие. Когда, где, во сколько собираться? 18 мая в 18.00 мы вас всех ждем у Ротонды. Спасибо вам за беседу. У нас сегодня в гостях Дмитрий Коврук и Мария Андреоце. Спасибо большое. Ну что ж, будем надеяться, действительно, и для вас, и для всех участников этого мероприятия. И прежде всего, для Ротонды этот день будет, несомненно, удачным, хорошим, позитивным. Сася, спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Ну а мы, дорогие друзья, прямо сейчас узнаем, будет ли этот день удачный для каждого из знаков зодиака. Гороскоп следует в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин